Собственно, меня просили рассказать еще про покупку машин в Германии, и в том числе транспортных средств и мотоциклов. Соответственно, с поиском все достаточно просто. У вас вариантов всегда три. Первый вариант – это, соответственно, пойти купить новую. Как правило, новую покупается в кредит, потому что проценты очень небольшие, и выгоднее. Ну, не то, что выгоднее, проще купить в кредит, платить 200 евро в месяц и ездить на новой машине. По мере выплаты кредита, ты потом ее продашь и купишь что-то уже новое. Ну, кто-то покупает и наличные. Соответственно, это вариант номер один. Вариант номер два – это покупка поддержанной техники с рук. Соответственно, он включает в себя любые обычные страхи и проблемы при покупке техники с рук. В том, что у вас может что-то не заработать и так далее. Но есть некоторые условия. Соответственно, если продавец знал о проблеме и продал вам сломанную технику и не сообщил вам об этой проблеме, то вы имеете право, в принципе, с него эти деньги потом взыскать в Германии. Даже можете в суд подать, и он обязан будет вам компенсировать ремонт. Но если я вам сразу сообщил, что у меня это не работает, то потом уже не обессудьте. И третий вариант, соответственно, это покупка поддержанной техники через салон, как, соответственно, я купил его, вот этот аппарат. Машину я покупал, правда, с рук. И, соответственно, чем отличается? Тем, что обычно подороже немножко в салонах. Но есть некоторый плюс, потому что по закону они обязаны предоставлять год гарантии. Но, как я уже проверил на практике, есть некоторые проблемы. Например, у меня проблема была со сцеплением. И, соответственно, я просто не мог физически доехать до салона, поэтому мне было проще поменять самому главный цилиндр, а не ехать туда, не заказывать эвакуатор и так далее. Соответственно, это вот как покупать? Соответственно, где искать? Очень классически все. Смысла ходить по салонам и выбирать нет, потому что вы физически много не успеете обойти машину, а потратите время много, и у вас психология будет работать так, что вы что-нибудь докупите из меньшего выбора, и, как правило, соответственно, что-то хуже. Все эти автосалоны, мотосалоны, естественно, выкладывают объявления в интернете, и, соответственно, два основных сайта, это Mobile DE Autoscaut 24, там в большом количестве есть самые разные мотоциклы, машины, что хотите. Соответственно, это вот где искать? Я для себя вывод взял, что проще, естественно, как и в России в интернете. Ну и следующий, третий вопрос – это о том, как все это оформляется. В Германии никто практически… Вы можете оформить договор купли-продажи в теории, но никто его тут не оформляет. Все делается гораздо проще. На любое транспортное средство есть два документа. В них есть немецкое название очень длинное, там ЦУЛА СУНГ что-то там, там, там. И есть короткое – Тайл 1 и Тайл 2. Соответственно, что они из себя представляют? Тайл 1 – это маленькая зеленая книжечка, такая складывающаяся в три раза в гармошку, и она, по сути дела, является свидетельством о регистрации, как в России. Тайл 2 – это такая большая уже бумажка, в ней больше данных, там не только просто общие данные, номер и так далее, и номер транспортных средств, там еще есть информация о двух предыдущих владельцах, если они были, и немножко больше информации о транспортных средствах, она больше информации о техосмотре, который называется ТЮФ. Соответственно, особенность заключается в том, что при смене владельца меняются обе эти две бумажки – и Тайл 1, и Тайл 2, не как у нас, ПТС, который живет между владельцами. И, соответственно, как происходит сама процедура купли-продажи? Все очень просто. Вы договариваетесь с человеком, берете по рукам, это уже считается в Германии договором, договорившись о сумме, вы ему вручаете деньги, и он вам вручает ключи от транспортного средства, и вот эти две бумажки. Все. На этом вы с ним можете распрощаться, ну, в салонах, соответственно, можете не распрощаться, а они могут у вас там, ваше транспортное средство поддержать. С этими бумажками вы должны пойти регистрировать транспортное средство, но перед тем, как зарегистрировать, вам нужно страховать его. Без страховки вы не сможете поставить на регистрацию ваше транспортное средство. Соответственно, желательно договориться с страховой и узнать сумму компенсации еще до покупки, чтобы знать уже, на какие деньги вы попадаете, и застрахуют ли вас вообще. Страховка стоит дорого. Я плачу за машину 40 евро в месяц за страховку и 15 евро в месяц за мотоцикл. То есть это порядка 180 евро за мотоцикл в год и порядка 500 евро в год за страховку машины. И это еще очень дешево. Некоторые компании, особенно если вы приезжий, будут своздрать во все шкуры, будете плачать тысячу, а то и больше евро в год. И это очень много, дорого. Поэтому многие даже и не покупают себе машины по этим причинам. Но при этом, если у вас большой стаж, и вы ездите безаварийно, то сумма страховки будет все меньше, меньше и меньше. Но на самом деле меньше 400 евро в год на машину практически нереально. Также меньше 150 евро в год за мотоцикл. После этого со всеми, с этой страховкой вы идете в офис регистрации. У вас там, соответственно, в страховку вам выдаст специальный номер, по-моему, шестизначный. И вот с этим номером вам надо туда идти. В основном там никто не говорит толком по-английски, поэтому надо как-то пытаться изгаляться и говорить по-немецки. И еще вам нужна одна вещь перед тем, как туда идти. Это техосмотр, который называется тюв. Иногда продаются машины уже с истекшим тювом. И это проблема, потому что вам сначала нужно с этой машиной пройти техосмотр. При этом вы на ней ездить не имеете права, потому что номеров у вас как бы на нее нет. Потому что, как правило, владельцы продают машину и забирают свои номера, и потом эти номера вешают на другую машину. Соответственно, в этом случае вам придется или получать временные номера, опять же, пойти в регистрацию, сделать эти процедуры, получить временные номера, съездить в тюв, и уже только потом купить. Или можно сделать по-другому, вот как в мотосалоне, например, я договорился, и мне сделали там тюв бесплатно, как подарок. Но лучше, соответственно, всегда покупать машину с действующим тювом, чтобы не было этого лишнего геморроя. Плюс, если вы будете его проходить, никто не знает, пройдете вы его или нет, потому что, может быть, какие-то проблемы будут, и вам еще и устранят. Это хоть какая-никакая гарантия того, что транспортное средство хотя бы ездит и допущено к движению на дороге. Соответственно, тюв – это не какая-то особая карточка. Ну, у меня есть на мотоцикл отдельная карточка. Машины у меня такой нет, у меня просто стоит штамп в моем тайле, старом стоял. Соответственно, если у вас есть техосмотр на руках, вы идете с техосмотром, с двумя этими бумажками и тайлями, и с номером регистрации, и своим паспортом в регистрационный офис. Он называется Цула Сунг Штелле. Соответственно, обычно очереди там не очень большие, минут по 30, по 40. Если вам повезет, возможно, вообще придете без очереди. Вы приходите, получаете талончик, идете в окошко. Соответственно, вся процедура регистрации занимает минут 15-20. Если вы очень хотите номер свой, кастомизированный какой-то, вы можете предварительно получить резервацию номера. В интернете выбрать свободный номер, и можете его за собой зафиксировать. Стоит это, по-моему, 30 или 20 евро, что-то в этом духе. Если вы захотели сделать так, вы можете эту бумажку тоже с собой взять. Если нет, можете прямо выбрать или случайный номер, или попытаться с сотрудником выбрать на месте. Он случайный номер генерирует и говорит, подходит вам или нет. Соответственно, он вам выдает, забирает все ваши документы, кроме паспорта, и вы идете, оплачиваете в специальный автомат, комиссию по регистрации. Стоит это порядка 30 евро вся регистрация. Если хотите, вот кастомизированный номер, еще порядка 30 евро. После этого вы идете обратно на выдачу документов. Вам дают сразу все документы. Это новый Тайл-1, новый Тайл-2. Это если у вас на руках уже был техосмотр. Если техосмотра на руках нет, то вам придется пригнать транспортное средство на осмотр, и уже только вам сверят в номер, и уже только после этого вам выдадут обратно документы. Простите. Номера при этом вам не выдают. Вам дают специальную бумажку, на которой вам написано, что вам можно сделать номер вот такой. С этой бумажкой вы идете в специальную фирму. Как правило, они прямо там в офисе есть. Есть еще чуть подальше, метров 500 километров пройти, там будет стоить дешевле. Соответственно, прямо там в офисе стоит порядка 25-30. евро номер, если вы чуть подальше отойдете 15. Вы можете сэкономить. И делайте этот номер. После этого вы с этим номером едете к своей машине, к своему мотоциклу, цепляете его радостно, и все, можете ездить. Весь процесс по времени обычно занимает минут 30-40, ну, может быть, час. поэтому, в принципе, ничего сложного в этом нет. Соответственно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На этом все. Будут еще видосы, говорите, о чем снять видео. И еще был вопрос о том, чтобы снять обзор на транспорт в Нермании. Я попытаюсь это сделать. Ну, к сожалению, я сейчас не так часто езжу на транспорте, я больше передвигаюсь на мотоцикле или на машине. Ну, я попытаюсь это сделать в течение пары недель. И тоже его положить. Субтитры сделал DimaTorzok